МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы проводим самое большое, самое мощное, самое идеологическое мероприятие, значимое на краповый берет. Это наш ответ всем этим змагарам, калиновцам, бандерам-калиновцам. Сейчас все пытаются раскачать ситуацию, использовать ее в своих силах, чтобы, скажем так, нас не было, потому что им интересны наши природные ресурсы и так далее. Поэтому мы являемся оплотом. Каждый мужчина в своей природе, если он правильно воспитывается, он рождается героем, и он хочет совершить подвиг для своей страны. Были же герои, которые таранили самолеты, которые себя подрывали гранатами вместе с танком. То есть они совершали этот подвиг, который их увековечивает. В каждом мужчине сидит вот это чувство. Ты неимоверно устанешь, но ты должен все время себя поднимать и идти вперед. Улетим мы, птица, в небо, высоко, аж вон куда. Крабовый берет – это символ, символ мужества, символ отваги, символ доблести, чести. Это символ, получается, побед и самопожертвования. Символ борьбы с неонацизмом, бандеровщиной и сатанизмом. Потому что именно сатанисты, они там находятся. И поэтому я вот так сказал, что кто сносит советские памятники, кто выкапывает могилу, кто, получается, издевается над пленными и, скажем так, вот с этим своей козлиной музыкой выкладывает это в интернет и глумится над всем этим делом. Каждым годом все сильнее и сильнее потенциал, во-первых, дающих бы, моральный потенциал бы. Основной, будем говорить, принцип этих испытаний, правоношения крабового берета – это победишь себя и будешь непобедим. Пускай враги знают свое место, потому что Беларусь – это мирная страна, и мы ее любим. Нацизм не пройдет. Мы, молодые, тоже готовы защищать Республику Беларусь от внешних и внутренних врагов. Всегда готовы стоять на сразу порядка. И готовы прямо сейчас встать в строй с этими бойцами, которые живут сейчас на Краб-Лайбере. Смыть сагат нашими ранами, слышишь, брат? Проходуют поганые, оглянись, ночь их мясо лижет. Вышла жизнь на поле бранное. Не падай, брат, подержись. Только с такими людьми, только с такими бойцами, спецнабцами, с мощнейшим боевым духом мы можем всему этому процессу стоять. Вы обратились с необычным приветствием вчера на плацу. Расскажите, пожалуйста, почему именно такие слова нашли? Ну, знаете, вот мы воинство, мы православные. Вот православная церковь нам все разрешает, чтобы мы вот все делали необходимое для защиты нашего Отечества. Наша церковь нас вот полностью поддерживает. И Владыка Вениамин к нам приезжал не единожды, и отец Федор посещает наши части. Поэтому мы под Божьей защитой. Я скажу так, что, да, вчера обращаясь в своих словах, я сказал, что мы проводим самое большое, самое мощное, самое идеологическое мероприятие – сдачу на Краповый берет. Это наш ответ всем этим змагарам, калиновцам, бандеракалиновцам, как вот мы, скажем так, вот новый термин для них определили. Бандеракалиновцы – сатанисты. Мы показываем нашу выучку, боевую специальную подготовку, жесткую сдачу. Пусть они все это дело, соответственно, видят, пусть они наблюдают профессионализм наших бойцов, примеряют это на свою голову и понимают, что с ними может быть, если они сунутся сюда, к нам, в Республику Беларусь. Мы готовы выполнить любую посадную перед нами сдачу. Хочу вот обратить внимание, вы знаете, какая высокая мотивация вот у наших бойцов, которые сдают сейчас вот на Краповый берет. 200 человек в войсках было отобрано. Вы знаете, на какой конкурсной основе. Желающих очень много. Именно записаться в добровольцы. Все же прекрасно понимают, Краповый берет, он не дает никаких льгот. Он дает единственное в этой ситуации тебе возможность быть в первых рядах, быть добровольцем на самом опасном, на самом ответственном направлении. И если понадобится, то и жизнь отдать за свое отечество, за свою страну. Поэтому из 200 человек мы отобрали 100. Провели очень такой серьезный учебно-тренировочный сбор. Из тех бойцов, которые сотня было, у нас осталось 74 человека. Ну, соответственно, вчера сдавали первый этап. У нас вышло сегодня на тропу испытаний на второй день 64 человека. Сегодня кросс мощный такой, вы видели. Какой боевой дух, как со знаменами, получается, с инструкторами. Бойцы идут, получается, произносят наши речевки. Спецназа лучше нет. Я люблю спецназ. Никто, кроме нас, долг в честь отечества. Я не преодолеваю, скажем так, все вот эти непростые испытания. Поэтому очень высокий боевой дух. Вот я сегодня с командирами бригад общаюсь. Говорю, как вот происходит? Вот что вы чувствуете, товарищи командиры? Как вот люди? Вот что их поднимает на то, чтобы идти? Ведь сегодня у нас вот сейчас вот сдают 64 человека. Из них 17 офицеров, 17 прапорщиков, 18 курсантов, контрактники и 14 бойцов. Они говорят, вы знаете, что вот каждый мужчина, он в своей природе, если вот он правильно воспитывается, он рождается героем. И он хочет вот совершить подвиг для своей страны. Вот были же герои, которые таранили самолеты, которые себя подрывали гранатой вместе с танком. То есть они совершали вот этот подвиг, который их увековечил. Вот в каждом мужчине вот сидит вот это вот чувство. И вот эта вот сдача, это тоже подвиг. Это надо преодолеть себя. Ты должен выйти сюда. Ты должен каждый день бегать. У тебя будут болеть ноги, у тебя будут сбиты кулаки. Ты неимоверно устанешь, но ты должен все время себя поднимать и идти вперед. И вот это вот чувство, оно у нас у белорусов есть, оно вот поднимает этих людей и говорит, я доброволец, я иду первым, я иду сдавать на крапу и берет. И парни выходят, и они сдают. И вы видите, какой высокий моральный боевой дух. Мы видим трагедию, которая произошла в Российской Федерации с убитым военкором. Террористическая угроза не стихает, наоборот, нарастает. Как сейчас внутренние войска вместе со всем силовым блоком противостоят? Вы знаете, получается, внутренние войска, боевые войска. Все задачи у нас боевые. Вот даже представьте, вот получается, что внутренние войска ежедневно, тысячи военнослужащих заступают на патрульно-постовую службу, обеспечивают общественные порядки. Внутренние войска ежедневно поднимаются на вышку и занимаются охраной наших исправительных трудовых учреждений. Осуществляем надзор. И уже вот этих вот бандитов, которые задержаны у нас за террористические и экстремические преступления, я скажу, что порядка полутора тысяч, они находятся в местах лишения свободы. Мы занимаемся конвоиром, мы занимаемся поиском, если кто-то совершил побег. Мы усиливаем вместе с пограничниками, проводим комплекс мероприятий, по усилению охраны государственной границы. Мы охраняем железную дорогу, сопровождаем эшелоны с российскими войсками. Мы занимаемся разминированием по всей стране. Вот представляете, какой огромный спектр боевых задач выполняют внутренние войска. Но кроме всего прочего, мы прекрасно понимаем, что самое сложное – это выполнение специальных заданий в особых условиях. И мы видим, какая война сейчас на данный момент идет на Украине. И, конечно, мы делаем соответствующие выводы и стараемся усилить внутренние войска. Мы создали ряд подразделений специального назначения из добровольцев. Честь – 150 человек, смерть – 450 человек. Всегда готовы собраться, всегда готовы выполнить боевую задачу вместе с подразделениями, действующими на данный момент. Мы создали спецподразделение «Рысь», которое мощное, сильное, порядка 300 человек. И каждый день выполняют задачи по зачисткам, по задержанию ЗМГРУ, по работе на границе. Мы уже на данный момент приступили к формированию подразделений, и летом они уже будут созданы. Компсостав назначен, и компсостав уже на данный момент оббирает офицеров. Самые лучшие командиры и инструкторы СОБРа пойдут и возглавят эти специальные подразделения, будут командирами, заместителями по боевой специальной подготовке, будут организовывать, проводить занятия. И спецподразделения с этого момента они начнут расти и формироваться, начнут выполнять боевые задачи. Николай Николаевич, Вы сказали, проводится зачистка, ходят бойцы по гнездам этих ЗМГРУ. Мы потом видим это на видео, президент сказал, каждый день это показывать. Действительно других слов, кроме как мразь, просто нет. Но вот сидят два с половиной года, озлобленные, они пишут эти гадости, они готовятся к чему-то, они создают вот эти вот ячейки, они помогают террористам. Вот когда их берут, ну понятно, в большинстве своем они начинают блеять о том, что они там что-то не знали, или случайно, или поддались на влияние, или что-то еще. Но на самом деле, что это вот за персонажи, что это вот за контингент нашего общества, что они говорят? Я сам все время, получается, вот ищу для себя вот ответ, что это за люди. Ну, наверное, получается, и искать надо, знаете, вот в нашем вот историческом прошлом, вот даже, скажем так, вот в новой истории, которую мы сами видели, и мы, получается, потомки тех, кто победил. Есть герои, есть те, получается, кто победил, есть те, кто брал Берлин, есть те, кто грудью дзоты закрывал, кто, получается, товарищей своих спасал, кого немцы замучили и так далее. А есть же, получается, и коллаборационисты, есть же и полицаи, есть же те, которые встречали и показывали дорогу на Москву короткую, получается. Есть же те, кто предавал, убивал, сжигал, получал от этого удовольствие. Они есть, эти люди, да, это получается. И наши южные соседи, украинские националисты, которые вот творили. Есть же и те, которые их приветствуют, которые вот, получается, они Бандеру прославляют, они фашистов прославляют, они, получается, фашистских героев прославляют. И это вот их последователи, они есть, у них душа такая, это мизер, но они крайне агрессивны. И я скажу, что я, конечно, где-то сожалею, потому что все это было на моих глазах. Я помню, какое было у нас счастливое детство, я помню, какая у нас была одна единая политика. Но где-то вот вовремя, вовремя не остановили. Но причина в этом только одна. Мы очень гуманные, мы очень гуманные и очень, получается, к ним гуманно относились. А на самом деле, если бы, получается, занарисованный фашистский крест, у нас была бы смертная казнь, и они этого заслужили еще теми преступлениями, у нас бы никогда в стране этого не было. Но они подумали, что они победили, ведь плохие люди консолидируются намного лучше, они сбились в эти змеиные кучи, и вот вы говорите, что мрази, нет того слова, чтобы их ократить. Если я сейчас достану свой телефон и вам покажу, что они мне пишут, трижды каждую ночь, мат, 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 вы же не покажете, а там одни матные слова, там и такие, и такие, и сдохни, и прочее, и твои дети, и твоя жена, все на извращение, все кругом сатанистские какие-то выражения, все кругом вот это вот гомосексуализм получается, все пошлости какие-то, и это все, и я вот все это время читаю, я думаю так. Но вот если бы хоть один из нас когда-то кому-то вот написал, да, и они бы выложили в эфир, мы бы скомпрометировали вообще все, и правоохранительную систему, получается, и наше телевидение, и вас, и так далее, сказали бы, да вот это же, это же ненормальные вещи, и как вообще вот с этими людьми можно общаться. Но когда я читаю вообще, что пишут, я понимаю, что это не люди, это бешеные псы, это абсолютно ненормально, их ничто не остановит, их остановит только очередь из крупнокалиберного пулемета, а все остальное ими не воспринимается. И только когда их задерживают, вытаскивают, ну вы знаете, алкаши, маргиналы, ничего из себя не представляющие, абсолютно злобные, которым вот им кажется, что вот все в этом мире должно быть не так, все должно вот быть просто, вот без труда, без ничего. Вокруг нет. Да, кругом сатанизм, вот абсолютный получается, да, никаких усилий не хотят, например, маргиналы, вот я по-другому никак не назову. И когда их вытаскиваешь, значит, жалкие душонки, тут же раскаивание, тут же слезы, да, вы виноваты, простите, я не думал, что это вот так, поэтому я их не назову людьми. Как бы вот оно, ну получается, может быть грубо это и не звучало, но такое писать, такое делать, поддерживать фашистов, поддерживать сатанистов, получается, не обращать внимания на те трагедии, которые были в 80-летиях Атыни, какая сейчас большая работа проводится, как показывает вот геноцид белорусского народа. И, конечно, если даже только призадуматься, что вот это вот, оно где-то прошло мимо них, они этого не знали и в это вникнуть, они должны очень серьезно покаяться, встать на колени и попросить прощения за все свои злодеяния, которые они совершили.